Продолжение следует... Продолжение следует... Я тут выбрала маску себе. Выглядит она, конечно, ужасно, но без неё было ещё хуже, поэтому наслаждайтесь. Так, значит, всем привет! Я хочу представиться, пока вы потихонечку идёте. Меня зовут Анна Тверетнева. Почему-то у меня прыгает телефон. Непонятно почему. У вас тоже нет? Вот здесь вот в краешке. Как будто что-то мешает. Значит, меня зовут Анна Тверетнева. По-другому Астра Зефир. Мы с вами будем... Вот опять, видели. Мы сегодня будем с вами готовить зефирную сирень в вафельном рожке. Нет, не прыгает. Прекрасно. Тогда пишите, как меня видно и слышно. Значит, это у меня. Понятно. Это, наверное, из-за маски. Телефон сходит с ума, видя такую красоту в кадре. Так. Ну, что делать? Это маска такая. Без неё вообще плохо. Да, вообще всё плохо. Поэтому давайте пусть прыгает. Ладно? Потому что прям стыдно. Значит, готовить мы сегодня будем с вами вафельный рожок. Нет, сирень в вафельном рожке. Так, у меня сегодня несколько прямых эфиров. Поэтому я тут с блокнотом. И у меня тут всё законспектировано. Потому что если я буду немножко подглядывать, вы не обижайтесь. Ладно, а то у меня с памятью плохо. Так. Значит, видно и слышно. Это хорошо. Мы сейчас ещё немножко подождём и начнём с вами работать. Работать мы сегодня будем с вами по заварной технологии. Моя любимая технология. Работать мы будем на соке. Берём вообще абсолютно любой сок. Но желательно, чтобы это не был какой-нибудь там апельсин, грейпфрут. И что-нибудь с манго и маракуйей. Если вы профессионал уже в зефире, тогда прекрасно можете работать вообще с любым соком. Господи, соком. Если вы только учитесь, тогда возьмите просто яблочный и не заморачивайтесь. У меня всегда либо добрый, либо фрукатив. Есть в пятёрочке. Готовить я буду сегодня зефир на яблочном пюре. Вместо яблочного пюре можно положить клубничное. Мне, кстати, было заявлено клубничное, но его у меня не оказалось. Поэтому решили немножко переиграть рецепт. И будет у нас сегодня яблочный зефир. Обязательно нагреваем духовку до 50 градусов. Мы с вами будем работать. Вот на протяжении всей работы, что я буду вам здесь показывать, рассказывать, всё это время у меня масса будет стоять в духовке. Это обязательное правило, если вы работаете с цветами. Каждый раз, когда мы с вами будем вытаскивать массу из духовки, мы будем её перекладывать отдельно в чашечку. Ну, во-первых, мы будем её ещё и окрашивать. И обязательно эту массу нам... Я подошу, что она прыгает, прям, объясни. И массу будем обязательно перемешивать с помощью лопатки. Лопатка нужна, прям, такая хорошая, чтобы она у вас не сломалась во время перемешивания. И мисочка такая небольшая. То есть, если вы работаете с тюльпанами, я рекомендую взять миску чуть побольше. Потому что там прям всё очень сложно. Вот. Если вы работаете обычно с пионами, с, не знаю, с сиреней, с мимозой, берём просто маленькую чашечку. В ней удобно окрашивать и перемешивать. А что касается срока годности. Если вы работаете для себя, просто отрабатываете какие-нибудь там цветы, неважно, пусть даже это будет сирень, вы работаете чисто на сахаре. Я раньше говорила, что необходимо добавлять либо инвертный, либо глюкозный сироп. Но это если вы работаете на заказ. Если вы работаете на заказ с инвертным сиропом, у вас ваш зефир остаётся дольше мягким. Вот. Поэтому я прям настаиваю, чтобы вы работали с инвертным или с глюкозным сиропом. Инвертный сироп, кстати, я покупаю в Тартомастере. Как и всё вообще. Всё, что я сегодня здесь покажу, всё было куплено в Тартомастере. Так, и у вас будет скидка 5% по промокоду АСТРИЗЕФИР там на сайте. Поэтому, если хотите какие-то покупки сделать, воспользуйтесь промокодом. Да, кстати, пока у вас 55. Нормально. Рассказываю. Да, меня побьют, если я не расскажу вам. Так, значит, в Тартомастере будет три кондитера, которые будут выходить в прямой эфир. Я и ещё двое. Вот мы втроём будем вам говорить кодовое слово или букву какую-то называть. То есть ждёт конкурс у вас такой небольшой. 3 марта, когда последний кондитер всё отведёт, вы соберёте из этих слов или букв полностью предложение, напишите его в группу в сообщение Тартомастер и автоматически, если угадали, получаете скидку. Если не угадали, то не получаете скидку. Так, дальше. Это первое. А второе. Мы с Тартомастером после этого прямого эфира проведём розыгрыш. Значит, Тартомастер со своей стороны разыгрывает 2000 сертификат, а я со своей стороны разыгрываю вот такой курс вот с такими вот пионами. Я люблю их показывать. Они, правда, у меня уже сухие. Им больше трёх месяцев. Я сейчас вам их покажу, постучу. В общем, я их люблю показывать. Они вот, видите, колотушка. Но такие королевские пионы, сделаны большой насадкой. Здесь у нас маленькие пионы, тоже сухие. Сделаны от такой помощи тычинки, насадка тычинки. Вот такие вот пиончики. Поэтому мы сегодня и разыграем курс полный по пионам. Что входит в курс? Это видеоуроки по приготовлению зефирной массы, правильной на цветы. Приготовление нескольких видов цветов. Ну, там даже не нескольких, а, по-моему, если не ошибаюсь, четыре вида пионов. И съёмка фуд-фото. Да, сейчас съёмка по фуд-фото. В общем, как фотографировать правильно и как упаковывать цветы в букет. Кодовое слово от меня сегодня буква А. Вот запишите её, пожалуйста. Я, может быть, в конце, если я не забуду, то я обязательно вам её ещё раз скажу. Вы мне ещё раз напомните, если что. Так, значит... Сейчас прочитаю, подождите. Здесь мы всё-таки, наверное, уже всё прошли, да? Да. Теперь, значит, про насадки, про кондитерские мешки и про агар. Агар всегда использую от Эльбейкере. Вот такой вот. Ни за что его ни на что не променяю. Брала его в тартамастере. Первое. Далее. У нас с вами будут вот такие вот маленькие рожки. У меня тут ребёнок уже, походу, погрыз шоколад. Скажу вам целый. Вот такие вот маленькие рожки. Вообще можно использовать большие рожки. Но тогда и сирень у вас будет, соответственно, больше. И упаковывать её нужно... Плохая связь. А у кого ещё плохая связь? Я пока сейчас замолчу. Напишите, пожалуйста, что меня не видно, не слышно. У меня вроде всё хорошо с интернетом. Маска, правда, такая страшная. Ну, ничего. Всё хорошо. Немного прерывается. Девочки, возможно, если проблемы... Может быть, у вас с интернетом, что-нибудь с Wi-Fi не так. Иногда прерывается. Всё отлично. Продолжаем. Значит, в тортомастере есть маленькие вот такие вот рожки, а есть большие. Чтобы рожок не размок, он уже покрыт изнутри шоколадным. То есть его дополнительно шоколадом обрабатывать не нужно. Но если у вас просто рожок чисто, без ничего, то, конечно, темперируем шоколад, заливаем его и даём ему стабилизироваться. Если мы сейчас сюда, вот если здесь не будет шоколада, если мы нальём сюда зефир, то у нас рожок размокнет. Чтобы такого не было, обязательно берите вот такой вот рожочек. Есть маленькие, как я говорила, а есть большие. У меня есть закрытая группа, и там как раз у нас были большие рожки, и у нас была такая огромнейшая красивая сирень. В общем, всё зависит от того, какой размер у вашего рожка. Как упаковывать рожки? Можно найти, например, конусные мешки на любых маркетплейсах, а можно просто самостоятельно сделать из какой-нибудь там фольги или пакета. То есть как семечки раньше грызли, да, заворачиваем кулёчек и вставляем туда штучку нашу. И бантиком прихватываем. Это что касается у нас... Так, рожков. Дальше. Вся в красителе. Что касается красителя. Мне очень нравится, и я в своей группе всегда использую только вот такой вот краситель. Покажу. Лиловая сирень от Тартомастера. Она классно окрашивает. Сейчас посмотрите, какой цвет получится. И у Тартомастера есть ещё вот такие вот красители. Чёрный, мистический. Мы с вами будем его добавлять. И вот такой вот зелёный, классический. Вот этот зелёный и вот этот вот чёрный мы будем смешивать, окрашивать с зеленью. То есть нам нужны будут зелёные листочки. Надо будет смешать, только, конечно, поменьше чёрного, а побольше зелёного, чтобы цвет получился такой яркий, насыщенный и красивый. Я не люблю использовать только один зелёный, потому что для листвы, когда вы отсаживаете, это много часто вижу в видеоролике, где неестественная листва, ну, некрасивая, ну, слишком яркая. Или она неправдоподобный цвет у неё. Поэтому я всегда рекомендую, если вы используете зелёный краситель, даже если вы используете оливковый краситель, всё равно добавляете чёрный. Это прям вот... Послушайте, тётя Аню. Так, дальше, значит, кондитерские мешки. Обычные. 30 сантиметров, по-моему, да? Вот такие вот, небольшие. Если вы работаете с цветами, у вас каждый раз, когда вы вымешиваете массу и перекладываете в кондитерский мешок, должен быть новый кондитерский мешок. Я вот эти вот маленькие мешочки никогда не мою. То есть я их вот использовала, да, я выдавила сирень, допустим, и я его выбрасываю. Если вы используете большие кондитерские мешки, которые там 60 сантиметров, то такие мешки, конечно же, мы моем, потому что выкидывать их очень дорого, да? Вот такие вот мешочки нет, поэтому я всегда запасаюсь большим количеством мешков, вот таких вот 30 сантиметров. Они прям идеальны в отсадке цветов, я их всегда использую. Мы в зефире используем всегда быстро-быстро водорастворимые красители. Ни в коем случае не жирорастворимые, мы же не с шоколадом работаем. Будем работать с жирорастворимыми, у нас с вами масса просто расплывётся, растечётся. Так, дальше по насадкам. Значит, вначале мы с вами, когда приготовим массу, небольшую часть мы зальём в рожок, то есть сделаем шапочку. Для этого нам насадка не понадобится, мы просто от кондитерского мешка отрезаем носик и используем без насадки. Дальше будем использовать насадку листик 5069, вот такая вот, тоже в тортомастере я брала, ну, обычный листик. И в тортомастере я нашла классную насадку, сейчас я вам её покажу. Ну, на мои руки, не обращайте внимания, это рабочие руки кондитера. Значит, насадка 109, и у неё внутри маленький гвоздик, видите? Эта насадка идеально подходит для сирени. Ну, я не знаю, чем можно ещё, там, не знаю, может быть, крем можно какой-то отсаживать, но вот именно насадка вот такая вот для сирени просто идеальна, особенно если внутри гвоздик. Если гвоздика нет, не берите, сирень будет беспонтовая. Значит, где купить такие рожки? В тортомастере. Всё, что я сейчас здесь вам показываю, мы берём в тортомастере. Так, значит, две насадки, всё, нам больше ничего не понадобится. Духовку я нагрела, у меня она до 50 градусов нагрета, и теперь я хочу рассказать немножко про приготовление зефирной массы. Её необходимо правильно приготовить. Если вы видите, что у вас ваша 191... Девочки, ну, я не знаю, я в насадках, вот, под номерами я особо не ориентируюсь, поэтому гвоздик в насадке. Покажу сейчас. Сейчас, вытащу. Вот она, насадка, и вот гвоздик внутри. В тортомастере у них только одна такая насадка, больше нет никаких других. 109 под номером. Итак, значит, про массу говорю. Если вы видите, что ваша масса... Ну, не скажу, что она там стекает, да, с венчика, но если у неё есть пик, у готовой массы, то такая масса не подходит для цветов. Если вы видите, что ваша масса плывёт, она никак не может раскидаться по чаше, не работайте с цветами. Это прям вот я вам сразу говорю, потому что много вариантов таких у меня было, и я много экспериментировала, в общем, много массы выкинула. Масса нужна такая воздушная, плотная, но главное её не перебить. Если мы её немножко перебьём, то она пойдёт на тюльпаны. Если мы её не добьём, тогда она пойдёт просто на завитки. Но вот цветы, что касается пионов, особенно пионов и роз, там ни в коем случае не должна быть жидкая масса. Её необходимо взбить. Я вам сейчас в этот момент покажу, какая масса должна быть. А если у вас миксер не разбрасывает массу по чаше миксера, значит, у вас какая-то проблема может быть с технологией, может быть, вы там что-то нарушили. А может быть, у вас такой миксер. У меня сейчас Борг, и Борг я вот всем рекомендую, он прям реактивный самолёт, в нём можно прямо в космос отправляться, он очень мощный. Ну, мощность у него 900, но обороты венчика у него потрясающие. До этого у меня был Кенвуд. И Кенвуд, конечно, массу на тюльпаны не добил. Ну, не получалось, он умирал. Не получилось. Хотя это Кенвуд был. И по тем временам он стоил очень дорого, и всё равно он никак не мог взбить. Он даже на цветы-то массу не мог взбить, на пионы, да, там, чтобы про тюльпаны говорить. Так, на тюльпаны какая насадка, если перебьём вдруг? Если вы работаете... Ну, этот рецепт не подходит для тюльпанов, я вам сразу скажу. Он не для тюльпанов. Даже можете не стараться отсадить, ничего не получится. Если вы работаете с тюльпанами, то абсолютно любая насадка подойдёт, но если вы умеете работать с массой, опять же, когда... Мы сейчас с вами уже на тюльпаны перешли, да? Когда вы работаете с тюльпанами, там обязательно правильно приготовленная масса. Других вариантов нет. Да, да, насадка, да, там давление на мешок, но если у вас не готова масса, как бы вы там не давили на этот мешок, на что бы вы там не отсаживали, и какой насадкой не работали, если масса у вас неправильная, у вас ничего не получится. Вот, поэтому... Так, эфир сохраним. Да, на тюльпаны. Так, это я прочитала. Всё, давайте я вас, наверное, сейчас переключу. Запись будет. Почему прерывается? Не должно ничего прерываться. Может быть, это за мои красивые маски? Но, извините, по-другому не получится. Я там страшная в кадре. Так, я вас сейчас переверну. А, вот переворачивайте. Так, сейчас я вас тут установлю. Так, девчонки, я, наверное, сейчас не буду видеть ваши комментарии, потому что у меня так зажал телефон. Вот так, давайте. Так, вы потом пока пишите мне, я как всё сделаю, переверну телефон и тогда отвечу на вопрос. Я просто не знаю, здесь можно как-то отключать комментарии или нет. Ну, я пока не вижу. Наверное, нельзя, да? Я тысячу лет не проводила эфиры здесь, в ВКонтакте. Я не очень люблю. А знаете, почему не люблю? Потому что здесь некрасивые маски. Нельзя появляться и шокировать людей своим видом. Как бы ты там ни была. Обязательно нужна маска. Так, значит, что у нас по рецепту, да? Может, не видно? Вот так. Значит, здесь у нас, как обычно, во всех рецептах, неважно, это пион или тюльпаны, 70 грамм белка, 70 грамм сахара. Это прям вот стандарт и ничего не меняем. В сотейнике у меня пюре яблочное 100 грамм. У меня сок 250 грамм обычный. Ну, знаете, либо я его вылила, правда, у меня был яблочный. Можно использовать вот такой. Вот, смотрите, груш-карамель. Вообще, очень вкусный сок. И тюльпаны, и вообще все цветы на нем получаются очень здорово. Поэтому можете вот воспользоваться. Но у меня здесь яблочный добрый. Так, у меня здесь агар. Как я уже говорила, агар от Эльбейкере. 7 грамм. Инвертный сироп 50 грамм. Ну и, собственно, все. Воды у меня здесь нет. Нам необходимо хорошенько размешать его перед тем, как начать работать. И, значит, что делаю, вот как работаю я. Потом расскажу, как вы будете работать. Значит, я сначала провариваю сироп. То есть он у меня закипит. И только тогда я ставлю взбивать меренгу. Если, ну, это потому что у меня мощный миксер. Он у меня, я прям говорю, это у меня за 4 минуты хорошо взбивает меренгу. Прям идеально. Если у вас не мощный миксер, вы ставите варить сироп и сразу ставите взбивать меренгу. У меня так было с кенвудом. Вот кенвуд у меня очень, ему тяжко было, короче, взбивать. Он и так-то массу еле-еле бил. Вот, а на цветы тем более. Поэтому, когда я работала с кенвудом, я ставила варить сироп и сразу ставила взбивать меренгу. Здесь же наоборот. Видите, у меня просто очень реактивный миксер. Поэтому я сначала провариваю сироп. Немного. Я ставлю, у меня индукция, я ставлю на 1300. У меня мощность. Я работаю, а потом, когда он у меня закипит, я его убавляю на 1000 и варю уже на этой скорости. Если вы работаете с электрической плитой, то вы ставите на девятку. Вы просто должны понять, что это я сейчас про цветы говорю, не про завитки. Если вы работаете с цветами, то есть вы ставите сотейник на плиту, на электрическую, ставите на девятку. Он закипел, и вы продолжаете варить все это на девятке. А если вы работаете с завитками, там сильно масса такая пышная, как на цветы, она там не нужна. Поэтому, когда вы работаете с завитками, то ставите просто сотейник на плиту, на девятку до закипания, а потом на семерку. И все это время варите на семерке. Так, значит, смотрите, я сейчас буду перекладывать, ну, когда у меня будет готова масса, да, я переложу массу в чашечку и сразу ее здесь окрашу. Вот я сейчас прям при вас буду добавлять краситель. Краситель очень хорошо красит, поэтому хотите ярче, добавляйте больше красителя. На вкус это никак не влияет. Хотите менее такой вот светлый цвет, добавьте чуть-чуть красителя, и можно регулировать краситель, тогда, соответственно, у вас будут и цветы разного цвета. Так, значит, буду здесь окрашивать массу, вымешивать ее лопаткой. Лопатку, мне кажется, я тоже брала в тортомастере. Я, если она сломается, я умру, наверное, потому что это очень классная лопатка, она не ломается. И ей очень хорошо вымешивать как раз массу вот на такие тюльпаны. Так, значит, вроде бы я вам все сказала, да, рассказала. Все, теперь начинаем варить, значит, постоянно помешиваем. Никакой ниточки здесь у нас не будет с вами. То есть, если мы на тюльпаны обязательно ниточку ищем или на классику, да, то здесь у нас варится сироп 4 минуты с момента закипания. Я сейчас уже время, конечно же, не засекаю, у меня 4 минуты, ну, может, чуть больше взбивается меренга. Поэтому за то время, когда у меня меренга взобьется, я уже автоматически понимаю, что у меня сироп готов. Вы же ставьте таймер, ну, или просто смотрите на часы, 4 минуты с момента закипания, потом выключайте. Если вы, например, поняли, что ваш сироп готов, а меренга еще нет, то сироп может постоять. Он может подождать, потом его, видите, что он прям совсем остыл, его можно подогреть. То есть, так же ставите на плиту, доводите до закипания и начинаете вливать. Если вы видите, что у вас сироп не готов, а меренга готова, вот здесь немножко проблематично. То есть, меренга может постоять минуту. Вот так у меня закипел сироп. Убавляю мощность и включаю меренгу. Меренга стоять долго не может. Чуть-чуть поверну. Если она будет долго стоять, то она, ну, в какой-то момент поплывет, осядет. Поэтому цветы будет проблематично отсадить. Вам необходимо просто чаще работать с цветами. Чем чаще вы работаете, тем лучше, соответственно, они у вас получаются. Так же, как и с отсадки обычных завитков. Просто надо время, чтобы привыкнуть их к своему миксеру, к своей плите и к агару. Кстати, если вы начинаете работать и у вас что-то не получается, обязательно смените свой агар на хороший, качественный. Я раньше работала, ну, когда только начинала, 8 лет назад, работала на развесном агаре китайском. Все хорошо, меня, в принципе, устраивало. Но в какой-то момент появился агар от Эльбейкери. Я его хвалю сейчас, да. Я на него, когда перешла, он просто покорил мое сердце. Во-первых, ни запаха такого яркого, как, например, у развесного китайского, у него нет. Поэтому я прям очень рекомендую. И с ним, его достаточно всего 7 грамм. Тогда, когда я работала с китайским, его нужно было грамм 8-9 добавлять на цветы, чтобы цветы получились. И обязательно, кстати, берите сотейник с хорошим толстым дном, иначе у вас сироп просто пригорит. Теперь, что касается меренги. Меренгу нам необходимо взбить до плотного, до плотной шапочки. Если вы видите, что меренга стекает, или она пиком держится, который падает из стороны в сторону, значит, меренга у вас не готова, и вам необходимо продолжить дальше взбивать ее до момента, пока она шапочкой не сядет на венчик. Теперь, что касается самой массы. Когда мы вольем с вами горячий сироп в нашу массу, массу необходимо взбить до момента, пока ее не начнет раскидывать по чаше. Как только это случилось, миксер необходимо выключить. Если у вас не будет вот этих вот ошметков зефирных, то у вас цветы будут плыть. При отсадке, например, фионов у вас не получится ровных границ, вот этих ровных краев. То есть они будут у вас либо в одну сторону выгибаться, либо в другую, либо цветок будет как лепешка получаться. Поэтому здесь необходимо добить массу до нужного состояния. Если вы перебьете, да, ну отвлеклись, например, то масса у вас уже прям сильно, чуть ли не с чаши вылазит. У вас масса, цветы получатся, но первые 2-3 лепесточка, потом масса просто стабилизируется в мешке, в кондитерском, и вам ее нужно будет там перемешивать, в мешке. Но опять же, это время уходит на это, и цветы, опять же, не будут получаться с ровными краями. Они будут слегка рваться, как будто, знаете, такие творожные лепесточки будут получаться. Ну, смотрела пару роликов, кому-то заходит, кому-то нравится работать, но я люблю, когда масса приготовлена правильно. Давайте я вам покажу сейчас, немножко убавлю мощность. Я покажу вам меренгу, которая не готова, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Видите, у нее есть пик. Вот если я сейчас так в чашечке аккуратно, то есть мы ни в коем случае вот так вот не крутим, там ничего не делаем, просто аккуратненько прокрутили, и вот у нас есть пик. Да, он плотный. Вот на завитки такая меренга вообще идеальна. Вот прям все, можно останавливаться, дальше ничего не делать. Но на цветы такая меренга не пойдет. Здесь должна быть такая гладенькая шапочка, видите, пик трясется, вот этого пика быть не должно. Поэтому мы с вами продолжаем бить меренгу дальше. Обязательно взбиваем, вот взбиваем уже, крутим наш сироп. Ну, здесь осталось прям немножко, и она, в принципе, уже будет готова. Ну, и сироп у меня уже тоже почти сварился. Видите, он даже цвет немного изменил. Да, смотрите, здесь ниточки никаких нет, их не надо искать. Так, ну, в принципе, останавливаем нашу меренгу. Достаем, прокручиваем, смотрим. Пик еще есть. Не готово. Обязательно убираем этот пик, потому что он нам здесь не нужен. Это означает, что масса будет жидкая, в итоге. Так, ну, сироп, в принципе, у меня почти сварился. Все, я сироп выключаю. И сейчас ждем, когда у нас забьет снилеза. Устанавливаем, прокручиваем. Смотрим. У нас нет пика. То есть у нас прям вот гладенькая шапочка внутри есть. Здесь у нас есть шапка. То есть это не пики, это шапка. Мы немножко прокрутили здесь. То есть ничего не болтается, не льется. Она прям крепко сидит на венчике. Теперь нам необходимо тоненькой струйкой. Венчик нам здесь больше не понадобится, но его надо убрать. Тоненькой струйкой начинаем вливать на краешек чаши. Может, вам видно было. Так, потихонечку вливаем. Мне не очень удобный сотейник, кстати, в этом плане. Видите, масло сейчас раскидало. Все прекрасно. Она уже готова принять в себя сироп. Я, конечно, все-таки рекомендую вам покупать хороший, качественный миксер. Если вы решили работать прямо на заказ, то миксер здесь очень важен. И мощность его очень важна. Особенно с тюльпанами. У меня там девочки на курсе. Бедные. У одной прям явно не подходит миксер. Пришло там решение сменить его. Ну, вот она прям думает сейчас. Я прям рекомендую борг. Я не знаю, почему все так пищат от кенвода. Но борг для меня это просто любовь. Он у меня уже три года. Фу-фу-фу, господи. Не сглазить. Так, все влили. И продолжаем взбивать массу. Смотрите, она как бы сейчас одна целая, да? Вот как начнет ее раскидывать сейчас, да? Можно, в принципе, уже останавливать. Ну, начинается. Так, вот уже почти тут готово. Вот, видите, раскидала. Все, массу можно выключить. Если ее чуть-чуть прокрутить, смотрите, на минимальных оборотах, как многие, да, показывают для видеороликов для своих, и потом поднять, то это, конечно, будет симпатичнее. А так, если мы сейчас прокрутим, чтобы вы понимали, прям на самых высоких оборотах. Прокрутили, остановили, вытащили. Красота? Красота. Так, значит, что мы делаем? Теперь нам необходимо все отсюда счистить. Венчик убираем. Так, и я вам сейчас ее покажу, массу-то свою. Так, кто-то пишет, что там что-то виснет. Замораживать зефир можно, да. Давайте немножечко попозже, да, я вам все расскажу. Так, вот она наша масса, ее много, она готова, она не стекает с лопатки ни в коем случае. То есть нужно не бояться бить массу. Я перекладываю небольшую часть массы в чашечку, вот сюда. И буду сейчас здесь ее крашивать. Вот эту массу я убираю в духовку. Ну, теперь начинается самое мое любимое. Начинаем хорошенько мешать. Если вы видите, что у вас цвет прям, ну, недостаточный, как вам нравится, то добавляйте еще краситель, не стесняйтесь. В отличие от красителя-распылителя, этот краситель не так пачкает рот, как если бы вы использовали распылитель. Там, конечно, вообще ужас. Особенно в моей кухне что творится, вы бы вообще видели бы. Так, ну все, в принципе, я размешала. Показываю вам готовую массу. Вот она, видите, не стекает с лопатки. Перекладываю в мешочек, где у меня нет насадки. Сейчас мы основу сначала сделаем. Кстати, если бы основу делать, можно массу и не окрашивать. Мне не хочется здесь хорошо, чтобы сюда бегать. Так, ну вот, видите, я отрезала носик. Пальцы у меня ушли. Берем наш рожок и заполняем его. Можно, кстати, сделать с начинкой. То есть, если вы до середины, короче, наливаете, значит, зефир, потом кладете туда начинку, а потом отсаживаете сирень. Но с начинкой зефир у вас будет храниться в холодильнике. Опять же, смотри, какая... Еще и волосы у меня тут, гад. Смотри, какая начинка. Фу, что ж такое-то? Сразу, кстати, в прошлый раз, когда я проводила эфир, вам одна тетя сказала, волосы распущенные, руки не в перчатках. В общем, объясняю, вот это все никто есть не будет. У меня вообще никто это ничего не ест. И это все засушивается и используется потом для съемок. Поэтому можете не переживать за волосы, за ногти, за руки, за перчатки. Ничего это никто не ест. Ребенок у меня уже давным-давно не ест зефир, потому что все зажрались. Все, отсадили. Дальше... У меня тут масла чуть-чуть осталось, но я ее все равно выдавлю. Где у нас насадка для сирени? Ну, нам на один рожок точно хватит. Кстати, скажу сразу, что у меня есть и кот, и собака дома. На заказ я не готовлю, я только обучаю, чтобы не было вот этих вот... Собака! Мне многие говорят, как это? Вот так вот собака у меня дома. Здоровая причем. Так, начинаем отсаживать нашу сирень. Берем сверху, ставим, резко нажимаем, отпускаем, убираем. Давим, убрали. Давим, убрали. И так делаем по кругу. Если хотите, чтобы у нас был прям очень пушистый, объемный, тогда делайте несколько слоев зефирных лепесточков. Мы сейчас, знаете, сделаем, немножечко уйдем вниз. Вот здесь. Давайте вот здесь. Их вот тут. Вот так. Можно подправить, где у вас прям чувствуется ровный угол. Все. И начинаем сверху давить. Ничего сложного нет. Можно вообще использовать абсолютно любую массу. Если у вас есть какая-то своя масса, вы можете ее использовать. Не обязательно мою брать. Видите, он какой-то худой, да, у нас получился. Надо прям потолще. Поэтому где хотите, там и вторым слоем вставляйте лепесточки, где они действительно нужны. Такой барашек получился. Руки трясутся. Так всегда бывает у меня, кстати. Мне кажется, это уже болезнь такая у кондитеров. У меня еще кости болят на руках. Это все издержки профессии. Ну вот так. Я думаю, будет достаточно вполне. Ставим. Я беру насадки. У меня в насадках стоит, потому что если возьмете стопку, то вероятность того, что стопка уберет какую-то часть лепесточков 99%. Так, ну осталось чуть-чуть массы. Я думаю, что мне не хватит, но мы с вами все равно сделаем. То, что тут. Если хотите, я еще раз покажу, как окрасить массу. А давайте возьмем другой цвет. У меня еще есть цвет от тортомастер. Сейчас еще найдем. Сейчас. Чтобы какой-то был... О, Господи. Не хватит. Страшно. Теперь, смотрите, чтобы отсадить еще одну сирень, я сейчас мою насадку обязательно. Беру другой кондитерский мешок. Вставляю насадку в мешок и буду использовать чистый. Понятно? И в коем случае мы вот сюда же опять не накладываем окрашенную массу. Мы не используем эту насадку снова, потому что там куски сиреневой массы будут оставаться. И если у вас какой-нибудь другой цвет будет чуть светлее, то это будет вообще ужасно смотреться. Поэтому чуть-чуть меня подождите, пожалуйста. Я сейчас прям быстренько все это сделаю. Помою. Обязательно моем и чашечку, и насадку. И лопатку тоже моем. помыли. Теперь обязательно вытираем. Сухая была. Лопатку вытираем. Ее нужно хорошенько вымыть. Смотрите, внутри не вымыто. Видите? Необходимо взять зубочистку и хорошенько пройтись с ладой. Все, чисто. Берем насадку, вставляем мешок. Так, давайте сейчас покажу вам другой краситель. Смотрите, у меня есть винно-бордовый. Не знаю, какой он внутри. Я ему еще не пользовалась, если честно. Попробую. Сильно, наверное, не надо добавлять. Это сейчас какой-нибудь ядреный будет. Все, достаем массу из духовки. Смотрите, она такая уже рыхлая стала, видите? Чтобы вернуть ей прежний вид, ее необходимо переложить в чашечку и здесь ее перемешать. В чаше миксера мы не вымешиваем массу, потому что она у вас там потечет. Слишком большое количество массы вы не сможете перемешать до нужного состояния. Лопаткой быстренько перемешиваем, выпускаем отсюда весь лишний воздух. Ну, в принципе, цвет хороший. Вымешиваем, чтобы белого не было. Ух, какой! Надо было, наверное, чуть-чуть поменьше добавить. А то теперь вы знаете, какой цвет просто мастер авиано-бордовой. Берем и отсаживаем. Немножко потрескивает масса, это она так разговаривает с вами. Старайтесь прямо не вдавливать насадку туда, чтобы у вас прям они попышнее были. Отсадили и быстренько убрали. Отсадили и убрали. Так, ну, здесь опять опускаемся. Делаем попышнее. Если видите, что насадка грязная, вытирайте ее от тряпочку. Уберем отсюда. И можно вот сверху еще отсадить. Так, готово. Ну, эту массу я уже не буду использовать. Ее, в принципе, можно убрать и в духовку, потом перемешать. Смотрите, вот я сейчас рассказываю, если у вас масса стабилизировалась в мешке, вы, когда держали мешок, у вас вот эта часть была в руке, и она теплая. Здесь, соответственно, она попрохладнее стала. И если вы видите, что она как бы уже зефирится, вы здесь вот закручиваете, насадку здесь закручиваете, и начинаете ее вот так вот хорошенько в мешке перемешивать. Когда у вас масса распределилась, вся теплая, то масса снова становится рабочей. Ее можно, только главное, отсюда выдавить лишнюю массу, потому что она здесь зефирилась. И начинать можно опять работать, продолжать. Так, ну, эта масса нам уже не нужна. Я сейчас мою лопатку и чашечку, и мы с вами окрасим массу в зеленый цвет, и будем использовать насадку-листик. Здесь нужна маленькая насадка-листик, 69-я, потому что у нас с вами маленькие рожки. А если вы используете большие рожки, берете, да, вот такие здоровые, тогда такой листик очень маленький, берите 112-й. Смотреться не будет. Минутку ждите меня, сейчас я быстро. так, опять же, вытираем все. Вообще, я люблю использовать для зелени самую последнюю массу из духовки, когда она такая более жидкая стала, когда она такая глянцевая, прям самая-самая последняя. Она очень классно ложится тогда. Листочки у нее очень красивые получаются. Ну, у нас масса с вами одна. Сейчас она еще в хорошем состоянии. Так, теперь, опять все будут грязные, берем черный, наш мистический, чуть-чуть добавили, потом будем регулировать с вами, смотреть по цвету. Берем зеленый. Добавили. Теперь достаем массу из духовки. Много массы из духовки на листочке не доставайте. Вот, смотрите, я лопатку прям взяла, этого будет достаточно. Теперь перемешиваем. Сейчас будем контролировать. Сейчас еще немножко массы положу. Тут совсем мало. Вот видите, какая она рыхлая. Необходимо. Я не знаю, почему у меня там девочки есть на курсе, которые говорят, что раньше были у других кондитеров, и мастера им запрещали пользоваться духовкой. Вообще не понимаю, как это вообще можно. Хранили там в каких-то пакетах, в мешки, в мешках, пакеты в пакетах. Почему нельзя просто взять духовку, нагреть, боже мой, и использовать ее. Цвет слишком зеленый, мне такой не нравится, поэтому я добавляю сюда чуть-чуть черного красителя и продолжаем экспериментировать. Мне не нравится. Вымешиваем. Цвет стал такой потемнее, больше на оливковый похож. Мне вообще нравится цвет оливковый. Ну, не такой светлый, как этот декор, который там совсем прям такой прям понасыщеннее, поярче. Все, масса готова. Перекладываем мешочек. И здесь, смотрите, как такового правила отсадки лепесточков зеленых нет. Здесь как хотите, так и отсаживать. Можно вообще не отсаживать зеленые лепесточки, мне кажется, рожки без лепесточков какие-то прям недоделанные до конца. Берем. Обычно я вот в хаотичном порядке. То есть здесь потряхивайте руку, тогда у вас будут ребристые лепесточки. Это не рука у меня трясется, это я так специально делаю. Хотя и руки у меня тоже трясутся. Тут лепесточек, здесь лепесточек. Вот так можно. Не перестарайтесь, а то есть зеленые лепесточки отсадим. И здесь можно. Видно, нет, что там делают. Вот так. Ты тут на своей волне. Ну, такой яркий получился очень. Так, ну все, достаточно. Успокаиваемся с этими лепесточками. А то сейчас я у меня обычно как меня понесет с ними. Ай-яй, ай-яй за дело. Так бывает. Так, ну пусть уже теперь лежит. Мы сейчас с ним ничего не делаем. Так, ну вот этот самый красивый, который у нас получился с вами. Это называется руки растущие жопы. Извините. Так, все. Оставляем на стабилизацию. Теперь нам необходимо ему дать созреть. Если у вас дома тепло, работает отопление, например, да, то тогда ему достаточно будет и где-то 8-12 часов. Потому что, ну что здесь созревает, господи, шапочка, да? Когда она перестанет, шапочка липнуть к рукам, покроется такой маленькой сахарной корочкой, тогда можно припудрить сахарной пудрой. Если вы работаете летом, весной, когда отопление у нас уже не работает, тогда... Сейчас я в духовку включу, а то мне тут уже дышать нечем. Вот, тогда такой зефир стабилизируется, вернее созревает где-то 24, ну может быть 30 часов из-за влажности все. Опять же, все зависит от того, где вы живете. Я, например, в Воронеже живу, и здесь летом у меня зефир созревает двое суток. Корочка, он, естественно, не покроется, даже когда созреет. Но через двое суток его необходимо собрать. Я надеюсь, ты не грохнешься. А ты бедолага! Ну что ты, плохо тебе совсем, да? Ну не так плохо, сейчас мы его подправим, подлечим. Смотрите, сейчас показываю. Иди сюда. Масса стала стабильной. Да что ты! Масса, видите, стала стабильной в мешке. Мы сейчас немножко подправим. Я очень люблю свои руки. Ну, ничего же, да? Все, упал. Сейчас мы его подлечим. Вот так вот перемешиваем. Масса у нас стала стабильная. Отсадить мы уже, естественно, ничего не могли. Все, видите, она снова стала какой хорошей. Сейчас мы вот этого товарища подлечим, потом того. Вот, видите, снова рабочая. Короче, там, где у нас косяки, там можно, ну, в принципе, только вот, наверное, зелень пострадала, и все. Короче, я так представляю, что он сейчас тоже упадет, так что ничего страшного. Не пугайтесь. Иди сюда. Сейчас его тут тоже. Вот так вот. И все. Как новенький. Все, ну, в принципе, окрашивание вы увидели, массу вы увидели. Как массу перемешать в мешке вы увидели, я вам показала. Поэтому я думаю, что... Я отказываюсь это комментировать. Сейчас руки помоем. Короче, будет хорошо, если вы себе купите подставку под рожки. Понятно? Все, хорошо, пусть они валяются, они не надоели. Я вас сейчас переверну к себе. Сейчас я буду вас читать. Подождите, я вас сейчас установлю. Особенно бывает, знаете, обидно, когда ты отсаживаешь цветок во время видеосъемки, когда он у тебя идеально получился, но потом он у тебя соскальзывает. И падает с гвоздика. Давайте читать. Ага, вот здесь остановилась-то где-то, да? Так, запись будет. Висим. Рецепт будет. Замораживать зефир можно. Девочки морозят. У нас девочка на курсе две с половиной тысячи тюльпанов. Я еще вся в красителе, да? Прекрасно. Вот такие вот рабочие моменты. Короче, значит, девочка на курсе сделала две с половиной тысячи тюльпанов на празднике. Две с половиной тысячи. Я тут порцию делаю, умираю. Она две с половиной тысячи сделала. И она заморозила. Инвертный сироп 70 грамм. Нет, 50. Инвертного 50. Другие цветы из этой массы нет, не получат. Ну, можно еще мимозу попробовать отсадить, но нет. Другие пионы, например, там совсем другой рецепт. Так, рецепт будет попозже. Сока 250 грамм. Почему 250? 150. 150 грамм сока. У меня борг. Что делать, если сироп начинает густеть, а меренга не готова? Я уже проговаривала этот момент. Оставляем просто сироп в сторонку. Так, боже мой. Как много сообщений. Помогите. Пропорции, как обычный зефир, только меренгу дольше взбивать. Но опять же, смотрите, вопрос. Получается пропорции, как на обычный зефир, только меренгу дольше взбивать? Нет. Это просто для сирени рецепт. Это не для пионов, это не для роз, это не для, там, кого, господи, еще, гладиолусов, да? Там совсем другой рецепт. Это просто для сирени такой рецепт я вам дала. А другие цветы с этого не получится. На какой скорости белок взбиваем? На высокой. Сразу на высокой. Девочки, перезаходила, рецепт убежала. Рецепта еще нет. Так, Аня, надо было идти в школу начальные классы. В школу начальные классы. Да, не знаю, зачем, но я ходила вроде. Трожки в тортомастере уже покрыты шоколадом. Да, они уже изнутри готовые. Сахар в сиропе. 200 грамм сахара, 50 инвертного сиропа. Какой у вас сотейник? Он не боится царапин. Где брали? И можно потом ссылочку. Я брала на Валберес, но я не уверена, что он там сейчас есть. Его девчонки уже раскупили. Девочки, вы не переживайте, я все расскажу вам. Я дам обязательно. Я дам рецепт. Почему духовка холодная? Как можно массу в духовке холодную держать? Конечно, нагрето, до 50 градусов. Так, а сироп за счет сока не идет? Сахар? А сироп за счет сока? Не поняла вопроса. Духовка должна быть включена постоянно. Да, температура в духовке 50 градусов. Для рожков нужно темперировать шоколад? Обязательно. Но если вы в тартомасте берете, они уже покрыты шоколадом изнутри. Какой краситель, такой насыщенный. Все показала, и я думаю, что тартомастеры обязательно укажут название, потому что я, если честно, не выговариваю не особо сильно в английском. Микси, наверное, так называется. Краситель. Так, какую цену можно поставить такой рожок? Девочки, что касается цены, абсолютно не знаю. Вообще не знаю, какую цену ставить. Я столько лет уже на заказ не работаю. Я даже вам... Даже... Я даже не знаю, сколько вообще обычный зефир сейчас стоит. Когда я работала, было... Было 50 рублей одна штучка. А сейчас... Ну, рублей 150, наверное, будет стоить. Если с начинкой... А, ну, плюс еще рожок. Ну, рублей 200, наверное, будет стоить. Хотя, опять, все зависит от того, где вы живете. Так, у вас такая послушная масса. Так я уж сколько работаю-то с этим зефиром. Конечно, куда она денется? Так, рецепт будет. Спасибо за мастер-класс. Где можно найти вашу страничку? А здесь сахар-сотейник. 200 грамм. А первый какой цвет был? Лиловая сирень. Бедолаги лежат тут. Вот. Лиловая сирень. Очень красивый цвет. Ну, да. Для любителей таких, знаете, прям поярче. Мне все-таки нравится, когда цвета более такие пригушенные. мне тоже зашло, кстати. Так, в духовке какая температура? 50. Какой цвет красивый. Не особо похоже на сирень. У нее же 4 лепестка в цветке. Ой, господи. Девчонки, что вы как эти прям придираетесь? Ну, не нравится вам мне работать? Купите какую-нибудь другую насадку? Боже мой! Что вы такие прям, Так, насадка 131 тоже с гвоздиком. Не подойдет? Не знаю, девочки, надо видеть. Я не могу сказать. На гиацинт похоже. Прекрасно! Пусть будут зефирные гиацинты. Господи. Так, добрый день. Отлично получается. В духовке включена на 5 градусов. Нет, мы нагреваем ее до 50 градусов и она все время включена также на 50 градусов. Мы ни в коем случае не выключаем. Так, можно массу окрасить в нужные цвета по мешкам с насадками в духовку. Зачем? Нет, вам же надо ее потом вымешивать. Нет, конечно. Так, духовку надо держать включенной. Да, рецепт будет, будет. нагреваем духовку, отключаем. Нет, так, при опудривании цветов теряется цвет, цветы становятся тусклыми. Используйте декстрозу. Так, масса классно получилась. Ага, вы умница, много эфиров смотрела. Все, отлично, спасибо. Но первый раз у меня цветы падают в эфире, такого еще не было. Так, если такие кондитеры, которые говорят, что ни в коем случае не ставят в духовку, то она потеряет свою текстуру. Да, конечно, нет, я просто не понимаю, почему многие говорят именно вот, что нельзя категорически. Это на моем курсе нельзя. Почему? Почему нет? Зачем покупать эти термошапки, какие-то мешки в мешок, пакеты в пакеты? Ну, просто усложняет себе жизнь. Ну, хотя, знаете, хотят выделиться, например. Очень красиво, спасибо. Запись будет. Сироп, сироп, сахар не идет, что ли? Почему не идет? 200 грамм сахара. Такие красители можно приобрести в тортомастере, как и насадки, и агар, и что у нас тут, господи, еще? И красители, и кондитерские мешки. Ты задолбал, дрыгаться, блин, объясню. Так, вода в сироп не идет, там сок. Забавный эфир получился. Спасибо, особенно под конец. Так, красители в тортомастере. Спасибо за подсказку использования коробок от кефира. Так, ну здесь я что-то, наверное, пропустила, да? рожки сами в шоколаде. Нет, рожки уже покупные, они уже в шоколаде. Жиза, я прям переживаю. Как потом упаковывать, чтобы подарить красиво? Ну, я уже говорила, либо вы покупаете где-нибудь на маркетплейсах, есть конусные пакеты, либо самостоятельно их крутите из, не знаю чего, из пленки. Красиво упаковываете в пакетик, вставляете, аккуратненько завязываете. Главное, чтобы у вас зефир стал стабильным и потом вы его припудрили, потому что иначе он будет все пачкать и будет некрасиво. Рожки тоже покупали в Тортамастере, да, у меня аж сердце ухнуло. Ну, опять, я говорю, у меня просто нет таких рюмок, я же не пью, надо начинать, наверное. У меня все такие вот, две штуки такие высокие, когда я их ставила, они цепляли рожок, то есть цепляли зефир и все это получалось некрасиво, поэтому куплю себе стопки нормальные. Так, приятно вас смотреть, спасибо. Повторите, пожалуйста, рецепт. Рецепт напишу обязательно. Какой краситель у вас покрашены пионы на столе? У меня здесь два вида пионов, один у меня, кажется, айвори, вот эти вот, желтенькие, а это, собственно, гранат от нативы кондитер, после него вся кухня, ванная, я, собаки, коты, у меня все в красителе. От нативы кондитер. Так, какой краситель у вас покрашены пионы на столе? Ответила. Сирень шикарный, спасибо за МК, пожалуйста. Анечка, все замечательно, самое основное мы увидели, еще и посмеялись, прекрасно. Я уже, если честно, не переживаю, все такие косяки случаются, но все же мы люди, и я как-то уже, раньше бы я, наверное, там переживала, думаю, боже мой, у меня упали, что делать, а сейчас, ну, упали, лежат, хорошо лежат, кстати, сейчас немножко застабилизируется, я его подниму. Так, что за сотейник? Вообще сотейник брала на Валберис, но его девочки там, наверное, уже нет, потому что я его давно брала, и девчонки с группы скупили там все эти сотейники, поэтому я не знаю, ну, просто берите сотейник на Валберисе, посмотрите, может, найдете. Нет, царапин не боится. Подходит, кстати, к индукции и к обычной плите. Как морозить? Ну, как в морозилку суете, достаете, все готово, упаковываете. Так, вы настоящая, такая классная. Спасибо, и лоб в красителе. Хочу научиться, как вы. Вы, да приходите на обучение, боже мой. Сахар в сироп не идет совсем, идет. 200 грамм. Какая температура в духовке? 50. Рецепт будет в сборнике 6 марта для всех участников. Да, вот, вам ответили. Как попасть как вам попасть в ссылку? Девочки, там тортомастер меня отметили. Я Астра Зефир. Просто переходите по ссылке и попадете на мою страничку. Подскажите ваш аккаунт ВК Астра Зефир. Сока 150. Боже, что я несу? 150. Ну да, 150 сока, боже мой, 100 грамм пюре. Какая умница, разумница, ага, криворукая. Спасибо. И смородины можно Девчонки, смотрите, что касается цветов на других каких-то пюрешках. Можно взять клубнику, можно взять яблоко и всё. Больше я не рекомендую пока ничего брать, пока вы не научитесь работать с зефирной массой. Смородина, если подразумевается смородиновое пюре, то вы кладёте его и добавляете очень много агара, потому что смородина кислая. Когда вы начинаете работать с зефирной массой, за счёт того, что там много агара, масса начинает быстро стабилизироваться. Какой вы цветок отсадите? Никакой. Может, укосновывая отсадите и всё. Нет, работайте, если вы отрабатываете какие-то уроки, то работайте чисто на соке яблочном и чисто на пюре. Всё, никакое там другое не берите. Можно клубничное взять, либо яблочное. А вот туда идёт 7 грамм агара. Если вы начнёте там что-то мудрить, придумывать, типа смородины, клюквы, на вишню ещё, это прям вот самый трэш, когда начинают менять рецепт в группе, в моей закрытой. Поменяют рецепт и потом пишут, у меня зефир не получился, странно, что сменили? Пюре сменила, сок сменила, агар сменила. Поэтому работайте, вот вам дают рецепт, вы работаете по этому рецепту. Как только у вас будет всё получаться, прекрасно, можете работать вообще с чем угодно. Так, на Валберрис насадки пластик и металл. Металл света стоит 1000, пластик 200. Какой, конечно, металлический, девочки. Но если вы работаете на заказ, вы уже не можете взять насадку за 200 рублей, за 300. Конечно, уберёте хорошие насадки, вам же работать. Анна, вы мастерится. Ой, да ладно. На 8 марта за сколько дней можно сделать тюльпаны? Сирень, шикарно, спасибо за эфир. Ну вот, девочка начала уже делать тюльпаны. Какой у нас? Конец февраля. Она же в морозилке держит их. Боже мой, девочки, такие дотошные. Всё вам показали, рассказали, скажи спасибо. Ладно, это нормально. Господи. Глюкозный можно добавить. Хочу к вам попасть на курс. Ну, девочки, давайте все вопросы по курсу, по тюльпанам, по пионам мы будем решать у меня на страничке. Здесь, эта страничка тортомастера, мне неудобно рекламировать здесь свои услуги и рассказать, какая я замечательная, чудесная, какие тюльпаны классные получаются. Давайте вы перейдёте ко мне на страничку, напишите, скажите, я хочу попасть, я вам всю информацию скину. А здесь мы вот чисто обсуждаем нашу сирень, которая похожа на гиацинт. Вот так сделаем. Женщины, которые пришли сюда, делаете замечания, станьте добрее, спасибо. Да ладно, я уже вообще никак не реагирую на такие, я просто уже всё это в шутку перевожу, потому что, ну, я понимаю, я сама когда-то такая была, вот мне надо было, понимаете, вставить свои пять копеек, я ещё такая вот вредная, такая противная была, до тех пор, пока я не ушатывалась на работе. Сейчас я так сильно устаю, что мне даже лень было бы что-нибудь написать вообще здесь. Подставки под рожки можно сделать из пластиковых бутылок из-под молока. Ну, прекрасно, вот, а можно купить красивую подставочку. Можно эфир по пионам. Не, эфир по пионам нельзя, он закрытый, там надо деньги платить. Надо было просто взять миску с сахаром, поставить, о, точно! Ну, ладно, чё, я же тормоз, уже поздно. Можно ставить рожок в подставку для кейк-попсов, можно. Спасибо за эфир, спасибо за эфир. Пюре пропустила, пюре мы кладём яблочное, ну, либо клубники. Пектинить ничего не надо, девчонки, никакие пектины вообще в зефир не добавляйте. Это 16-й год, когда мы только, вот, все вот эти вот мы, кондитеры, которые только-только начинали работать, все пектинили, потом этот зефир ломался, как сухарь. Ничего вообще, забудьте вообще про пектин. Пектин и зефир понятия несовместимы. Вы же не на производстве работаете, где до пятерочки зефир крутите, правильно? Если вы работаете, то работаете только с агаром. Ничего пектин не надо. Вообще, тем более, в заварном зефире. Это же зачем? Какой смысл? Так, прикольно с вами, спасибо за мастер-класс. Рада, что вы повеселились, чтобы идти на курс, что из оборудования нужно. Девочки, давайте не здесь. Вот я попросила вас, пожалуйста, про курс не тут. Есть всё, вот всё, что хотите. Есть и уроки, и книги, и курсы, но это в личной страничке. Здесь мы с вами говорим про сирень. А цветы делают из яблочного пюре, сиропа, яйцо, белок, яйцо. Ну, яблочное пюре, белок, сахар, конечно. Нужен ли планетарный миксер? Ну, если вы хотите делать тюльпаны, то однозначно. Если вы уже привыкли работать со своим ручным миксером, то работайте с ручным. Но я, конечно, за планетарный. Как разморозить после морозилки? Достаете, размораживаете. Всё, они стоят у вас при комнатной температуре. Так, покажите, что вы делали. Мы, что мы делали? Мы роняли рожки, вот, сиреню, которые похожи на гиацинты. Вот, мы их роняли, поднимали, снова роняли. Сейчас он у меня упадёт опять. Так, пюре яблочное я делаю сама. Пюре мы запекаем в духовке вместе с кожурой, вместе с семечками, вместе с этими жопками всеми. Потом вы их режете пополам, делаете сверху надрез, крест-накрест, ставите в духовку, запекаете 40 минут, пробиваете блендером и обязательно перетираем через сито. Можно сделать, конечно, в микроволновке, но мне консистенция пюре с микроволновки вообще не нравится, поэтому я работаю только с духовкой. Так, моя страничка astro.zefir. Спасибо за эфир, спасибо за эфир. Коробки для капкейков вместо подставки. Тоже как вариант. Впервые у вас на вебинаре очень жизненно, позитивно. Спасибо. Не, обычно у меня так не происходит. Обычно у меня нормально всё, ровно. Но сегодня мне попались какие-то летающие рожки. Так, покажите сирень. Сирень. Показываю. Вот она. с листочками. Сейчас покажу этого бойца, который упал. Второй сир. Вот они. Красивые, да, мне кажется? Цвета прям такие яркие, насыщенные. И зефирки будут классно смотреться, если просто... Ой, да падай ты уже, господи. Короче, упал. Господи, Анна, терпение вам с нами. Ой, да это уже нормально. Я просто на антидепрессантах. Когда запись выложат, на начало опоздало. Выложат, сейчас закончим и всё выложим. На чём лучше делать цветы? На живом белке или на альбумине? Для меня, я сейчас не говорю за всех, для меня альбумин воняет яйцами. Куриными, имею ввиду. Поэтому я работаю только на живом белке. Тут уже ваш вариант, где, с чем работать. Девчонки на курсе работать с альбумином. Я не могу. Я прям не могу. Для меня агар не пахнет, а вот альбумин воняет, не могу. Может быть, я некачественный альбумин брала, не знаю. Ну, в общем, один раз делала, больше не делала. Так, как сделать высокий бисквит? Девочки, вы о чём? Я зефиром занимаюсь, я тут не с бисквитами. Какая насадка для сирени? Ах, а муха, я сейчас её вам уже не покажу. Грязная. Ну, какая-то с гвоздиком. В общем, номера насадок мы всё пропишем обязательно. Так, очень красиво. Какие сорта лучше брать для пюре? Я вообще беру любые. Есть красные, беру красные, есть зелёные, беру зелёные. Есть жёлтые, беру жёлтые. Вообще нет никаких предпочтений. Раньше, когда только начинали, только зелёные, только это антоновка, больше ничего. Потом думаю, господи, у меня столько яблок у нас попадало на дачу, дай я хоть сделаю. Сделала, прекрасный зефир получился. Думаю, ну что придумывали? Поэтому абсолютно любые сорта яблок дойдут. Краситель, опять же, краситель от артомастера. Вот я показывала, сухой. Ну, потом напишем обязательно название. Так, тоже сильно чувствую вкус альбумина. Гадкий. Вот, я же говорю, яйцами воняет. Так, в морозилке хранится сколько и сколько он после разморозки? Ну, хранится он столько, сколько вам надо. Девочки, представляете, 8, 2,5 тысячи сделала, тюльпанов, 8 дней, и надо, чтобы они сохранились. Она их поставила, там они хранятся у неё. Размораживайте, и потом они также в течение, если вы с инвертным сиропом готовили, то они годны в течение там 7 дней. Если вы без сиропа готовили, то они у вас там на вторые, на третьи сутки уже засохнут. Так, всем привет. Так, да, классный фон. У вас как будто венок на голове. Ну да, и краситель на углу. Так, как размораживать всё? Я сказала, в принципе, я на все вопросы ответила. Если я что-то там, чего-то пропустила, я не специально. Просто, просто, наверное, так получилось. Так, значит, всё мы с вами сделали. Пороняли цветы, выреанимировали их, опять их уронили. Так, благодарю за интересный и полезный эфир. Девочки, сейчас мы рецепт напишем, кодовое слово, буква А. Не забудьте, вы мне забыли напомнить, я вам говорю, кодовое слово, буква А. Так, значит, всё, заканчиваем. Сейчас выкладываем рецепт, и получается, в 2 часа, вот уже сейчас, на моей страничке, на страничке Тартомастера будет розыгрыш. Мы будем разыгрывать, Тартомастер будет разыгрывать 2000 сертификат подарочный, а я буду разыгрывать курс как раз по тем самым пионам, которые я вам показывала. Поэтому всем огромнейшее спасибо. Я сейчас попытаюсь что-то сделать, может быть, мне всё-таки даже помогут это всё как-то сохранить. И всем спасибо, что пришли. Да, буква А. Спасибо всем, что пришли, и всем хорошего дня. А кодовое слово где используется? Смотрим эфир, девочки. Не опаздывали, тогда бы уж. Всё, девчоночки, всем пока. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok